В Марьинке, начиная с 2 часов ночи, 3 числа, была произведена атака украинскими войсками. Наши позиции были обстреляны, потом прошла техника и пехота. Дотеснили нас сначала на трудовские, после этого была обведена в бой узбеканская лордия численностью до батальона при поддержке четырех танков. Противника отбросили, бои завязались в центре Марьинки. Мы вышли на рентиляционный ствол, который находится возле города Красноборовки, хужили этот креплайон. Далее украина начала встреливать город Донецк с эрективных установок, с тяжелой артиллерии. Вела дополнительно два батальона Киев-1 и Киев-2. Пришлось вводить еще один батальон Марьин. На сегодняшний момент Марьин, населенный пункт, мы все в своей позиции удержали. Вышли из центра Марьинки. Пол Марьинки, к сожалению, находится еще под контролем украинских военнослужащих. Остальная часть города, это пыль, мы держим в стратегически важный перекресток на Красноборово. И на сегодняшний момент, я не читаю, ни одного мейского соглашения мы не нарушили. Атаковали не мы. Это была чисто контратака наших подразделений. Если бы мы захотели бы атаковать, поверьте, город Марьинка и Красноборовка, выход на карму в окружении локировки в Акдеевске произошел бы в течение суток. Поэтому все заявления Порошенко на самом деле являются ложью. Потери украинских воевых войск просто огромные. Это подтвердили данные нашей разведки и пленные, которые сегодня были гражданские лица. Морги забиты в Курахово, Парькове, Днепропетровске, Красноармейске. Не только морги, забиты еще даже в холодильнике мясокомбината, в Курахово мясоцерк. По нашим оценкам, потери военнослужащих украинских, около 400 человек убитыми, было уничтожено больше 70 дней из боевой техники, 4 батареи накрыли, полностью уничтожены. Поэтому Украина еще и скрывает. Да, мы понесли, кстати, свои тоже потери, у нас есть потери среди наших. У нас 15 человек убитыми, и около 30 раненых. Плюс они не местные жители, и общий количество раненых там доступен. К сожалению, могу консатировать следующий факт. Украина добилась, она этой провокации, она легиметизировала то, что она не отвела свои тяжелые артиллерийские орудия и артиллерийские системы запаха вагня. И она отобъедила. То есть на сегодняшний момент считаю, что самое главное нить минской договоренности, то есть отведение техники тяжелой артиллерии, не произошло. Это официально было, чтобы не подтягивать. Мы за собой имеем возможность, оставляем право, потянуть ту артиллерию, которую мы отвели. Мы эти статьи делаем, потому что обстрелы не прекращаются. Оставляем право наказывать любой батарею, которая хоть раз встретит нашу сторону. Она будет уничтожена. Далее, я надеюсь, что 14 числа будет видеосвязь с представителем контактного ОБСЕ, которые встроены в Лид-Украине, и мы, и Россия, и в 4-м мире. Этот вопрос будет поднят, и я думаю, что 14 число будет разрешиться. Далее, у нас еще одна вещь, что считаю, что вся территория Донецкой области, которая находится на подконтроле Украины, незаконно оккупирована, и сими силами будем послуживать и соблажать. Это касается любого инцидента. Какая-то есть реакция ОБСЕ по поводу Маринского инцидента или мировой общественности вообще? Вы знаете, она двояркая. Я понимаю, что реакция ОБСЕ и реакция мировой общественности, она разделилась. То есть некоторые считают, что мы атаковали, кто-то кричит, что наоборот Украина, но в отличие от Украины мы можем показать военнопленного, который скажет, что получил приказ, как и в атаку. Его подразделение начало бою первое практически, это разведывало до 28-й бригады. Поэтому наши доказательства в виде пленного присутствуют. В чем нас обвиняет Украина и мировая общественность в европейской, они соответствовались и мы не нарушали низкие соглашения. Известны тоже переходы на сторону Венеры военнослужащих в СССР. За последнее время? Ну, во время боя в Маринке. Вы знаете, тот человек, который сегодня будет задавать интервью, я так понимаю, после того, как он попал в плену и посмотрел, что творится в городе, и что они сейчас делают, у него желание остаться больше в справах. Я не вижу сил, он останется служить у нас. На сегодняшний момент только в одном подразделении пятнашки, у него пять человек служат, которые уже перешли, и, кстати, один из подводителей перешел, сам перешел. То есть даже не плен взял, а сам пришел с оружием на руках. Если хотите, вы можете пообщаться с Министерством обороны, будет точная информация, перешедшая к вам на следующем уровне удастся. Но в эти цифры минували. Вообще, как вы морально и состояние оцениваете партий? Вы знаете, люди не хотят умирать. Неважно, это ВСУ, Батарин Киев, Вадим Киев, Панека. Судя по перехватам, которые мы получали во время боев в маленькой Красноворовке, основная футболка Лавкеевка, она выкричала панически, что она будет в котле, и просила вывести эти подразделения. Красноворовку в течение, в 11 часов дня, допустим, покинули все подразделения, уваженности Украины, они выбежали. Бегут сначала офицеры, следом за ним берут солдат. Потому что солдат без офицеров превращается не в боевую единицу, а превращается в рабочего человека. Очень низкий моральный дух. К сожалению, привлекают частные военные компании, наемников. В Сапер-Маренке они были, и это может пленный подходить. Были представители Грузии, Польши. Это данные, которые были пленны. То есть уже воюют не регулярные части, а воюют частные военные компании. Зато все хотят попасть на блокпост.